Всем доброе утро! У нас сегодня на улице минус 16, поэтому сейчас он особенно хочется кофе свежего, ароматного. Ирландский крем. Идеально будет просто. И с молочком, с пенкой, со всеми делами. Сейчас только воду залью. У нас, к сожалению, заканчивается наш ирландский крем, который мы так любим. Надо будет заказать заново. Причем это не ловаться. Это вот ирландский крем, который заказывали с Wildberries, по-моему. О, кстати, крутится. Надо ее поставить поменьше, что ли, вот так вот как-нибудь. И он нам очень нравится. Не помню, то ли Фелис. Как-то сейчас покажу. Нет, уже не покажу. Выбросили в упаковку. Все, да. Упаковка выброшена. Ну, там то ли Феличи, то ли как-то так он был, назывался. О, это прям великолепный кофе. Нам очень нравится. Надо будет в следующий раз опять его заказывать и уже, наверное, не экспериментировать, потому что ловаться крема, который мы брали, чуть-чуть не очень. Она какая-то слабенькая, какая-то ни о чем, если честно. Из ловаться пока нравится больше всего ловаться Деора или Ора просто как-то вот такой вот. Вот она, да, она очень приятная. Она очень крепенькая, она очень ароматная, очень такая вкусовая прям. Это у меня вот эти две квартирки в Лего. Это там двухспальные кровати или нет? Где? В маленьких? Односпальные. Односпальные в маленьких. А наверху тогда в Лего или в Лего? Двух. Просто такой сильный, что третка. Чеменям пищу. Снова я делаю их как-нибудь. Хм-хм. 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 В очередной раз беру свои слова обратно. Эта трубочка очень удобна. Ну, молоко уже залила. Сейчас промывать буду молочную систему, поэтому она в чашке стоит. Но эта трубочка, это что-то невероятно удобное. Мы ни разу не пожалели и пользуемся этой трубочкой молочником каждый раз. И промывается он удобно. Уход, очистка, промывка молочной системы. Старт. Старт. Все. Свежую чашечку чистую. И она дальше сама все делает. Почему-то многие, когда я начинаю восхвалять какую-то систему, которая мне очень нравится, например, вот молочник, да, вот такой вот, почему-то многие воспринимают это как буквально оскорбление в свой адрес, в адрес своей кофемашины или еще что-то. Это не оскорбление. Я просто, как-то сказать, показываю то, что у меня. Я сравниваю только с тем, что было у меня. И все. Это не вызов. Это не приглашение к дискуссии. Это не приглашение, тем более, к каким-то оскорблениям, к руганям и ко всему прочему. Влоги. Это я просто показываю, как у нас. Более я ни на что не претендую. Да, это может показаться странным, но действительно почему-то многие воспринимают это как личное оскорбление буквально. Так что, кто так воспринимает, ребята, работайте над своим восприятием реально. Потому что, ну, это иногда доходит просто до абсурда. Если вас обижает то, что я показываю, задумайтесь, почему вас это обижает. Потому что у меня, например, такой цели нет. Сидим, играемся. Многие так возмущались, что как же так вы даете собаке кусать руку. Кусать для собаки, покусывать для собаки, это естественно. То, что щенок играет вот так вот путем покусывания, это абсолютно нормально. Это даже не знаю, как назвать. Ну, не то, что... Ну, инстинкт, что ли. Щенки так играют. Вот, собака, даже взрослая, может, как это сказать, в знак уважения и одобрения, может взять и покусывать руку. Не больно. Вот я не могу сказать, что Милка это делает больно. Сейчас она пока не сильно рассчитывает свою силу, но она научится. То есть нельзя, невозможно собаку совсем отучить, покусывать там, кусаться там и так далее. Она должна это делать, просто она должна научиться делать это не больно для хозяина. Вот. У нее сейчас еще зубки молочные, острые. Да, поэтому мы ее, конечно, как это сказать, мы ее учим делать это не больно. Как только становится больно, значит, нужно обозначить просто это. Ну, ладно, я учить не буду, короче говоря. Все равно тут сок советчиков. Вот. Короче, я просто объясняю, что мы не будем ее полностью от этого отучать, потому что это собака, это надо понимать. Она должна, она может кусаться. Вот. Но она должна делать это не больно в качестве игры. Вот. Кто понял, тот понял. Кто не понял, ну, увы и ах. Вот. Сейчас, скорее всего, многие поймут это все дело по-своему. Сейчас скажут, что там собака будет всю жизнь кусаться. Я рада, что у меня на канале есть те, кто понимает, о чем сейчас идет речь. Вот. Мы не всегда играем руками. Иногда играем игрушками. И чаще всего мы играем игрушками. Вот. Но иногда вот ей хочется так поваляться и вот так вот с рукой повозиться. Я думаю, даже видно, что она делает это не больно. Ну, куда-то полезла ты с моим пальцем во рту. Куда-то вверх лезет. Выгнулась вся. Она это делает не больно. А, не должны еще, конечно, оставаться следы на руках от ее покусываний. Так что все нормально, ребят. Не переживайте. Это щенок. Он так играет. Потом перестанет. Чтобы вы понимали, у нас ни одна собака не кусалась в прямом смысле этого слова. Так, чтобы, знаете, там вцепиться в руку хозяину и просто оставить следы, царапины. Я не знаю, там все что угодно. Ни одна. Все собаки у нас с щенками вот так вот играли. Часть с рукой, часть с игрушками, часть там с пальцами и так далее. Но ни одна потом не кусалась. Женька у нас не кусается, не позволяет себе. Ну, то есть она может покусывать, может в процессе игры там зацепить зубом случайно. Не больно. То, что пасть открывает. Но она прекрасно понимает, что этого делать нельзя. Все, хватит. Вот моя рука после кусаний. Нигде не остается на ней никаких следов, ничего. Ни царапин, не дай бог, никаких этих. Лежит, отдыхает возле моей ноги. Доброе утро. Причем поставила ей место, вместе не лежит. Ложится на ногу и все. Сейчас монтировала пока видео и решила рассказать. Потому что вопросы возникают и возникают достаточно часто. Зачем мы подклеиваем уши ей? Дело в том, что да, действительно по породе у них ушки должны стоять. И у многих йорков они встают самостоятельно. Но нередки случаи, когда ушки не встают. И все. И йорк получается с висячими ушами. Нам нравится, когда йорк со стоячими ушами. Вот как он выглядит. Как бы милки все равно. Висят уши, стоят уши. Она от этого никак не страдает. Она от этого не испытывает никакого дискомфорта. Но мне вообще в принципе у нас в семье чисто визуально нравится, когда ушки стоят. Поэтому пока еще сейчас она маленькая. Сейчас можно ушкам помочь, чтобы они встали. Потому что вот знаете, сейчас пустить на самотек, а потом они, если вдруг не встанут, если она окажется из их числа, то потом я просто уши ей уже не поставлю. Поэтому лучше это делать заранее. Тем более, что пластырь, который я наклеила в этот раз, он ей практически не мешает. То есть вот она сейчас вообще лежит спокойно. Этот пластырь на ней уже третий день. И ее вообще ничто не беспокоит. У нее супер вообще все нормально. А ушки зафиксированы в стоячем положении. Все, она его поносит. Мы потом снимем этот пластырь. И ушки будут, ну, скорее всего, гарантированно уже стоять. К нам пришли просто невероятные морозы. Слава богу, мы сейчас ни в школу не ходим. Как бы нам не нужно вот этого, да, одеваться утром и идти практически в минус 30. Не практически, а в минус 30 идти на улицу. Ну, вот. Так что в этом плане, тьфу-тьфу-тьфу, но мы прям вовремя на больничный сели. Случайно, конечно, но получилось, что вовремя. Я такие морозы вообще не люблю. Маша, кстати, тоже. Маша уже которую неделю говорит, боже мой, говорит, когда же мы уже полетим куда-нибудь отдыхать? В тёплые края, она уже так соскучилась по отпуску. Я уже, честно говоря, тоже очень хочется куда-то полететь. Но у меня двоякое чувство. Мне и хочется, и колется. Я боюсь. Не знаю, посмотрим. Может быть, в определённый момент всё-таки у нас, знаете, терпение лопнет. И мы всё-таки куда-нибудь отправимся. Но в любом случае я хочу сделать прививку. Да. Ребят, это не подлежит обсуждению. Это не подлежит дискуссии. Я просто сообщаю, что да, я хочу сделать прививку. Почему не подлежит дискуссии? Потому что это личное дело каждого. Делать прививку или не делать прививку. Я со своей стороны не осуждаю ни тех, ни других. Так же, как я не поддерживаю ни тех, ни других. По определённым причинам. Потому что здесь советы неуместны. Здесь это решение каждого. Вот так. Моё такое. Я хочу сделать прививку. О, кто-то, кажется, встал. Да. Мария встала. Какой сегодня пробуешь? Это... А, черничный лес. Лес. Черничный лес. Давай попробуй. Может, вкусный действительно будет. Мы начинаем свои закрома с чаем раздербанивать. Милок теперь регулярно спит в этом кресле. А Маше сегодня вот такая штука попалась. Роллы, похоже. Да? Угу. Слушай, прикольная. А, осторожно здесь... А, нет, показалось. Я думала, пакет порван. Нет, не порван. Держи. А вчера попалась какая-то вот такая вот фигня. Пишите в комментариях, что это за добавка. Да, мы что-то не поняли, что это такое. И она немножечко сыплется. Там пакет где-то лопнул. Мы не знаем где. Пусть здесь пока лежит. Ладно? У нас тут прикол. Димка сегодня уехал на работу и заказал себе на работу еду, ланч в Якитории. И ошибся адресом. Заказал нам сюда вместо того, чтобы заказать себе на работу. Так что у нас сегодня вот видите, ланч приехал от Якитории. Ну, сейчас в холодильник поставлю. Кушать пока из нас никто не хочет. Так что пусть будет на всякий случай. Так, это у нас Якиторские всякие палочки. И сам ланч. Интересно. Интересно, что там у нас супруг заказал себе на покушать. Даже хочется посмотреть, что он там кушает без нас. Должен был кушать без нас. Но придется перезаказать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ага, какой-то салатик, грудка. Роллы. Ну ладно, все в холодильнике теперь идти. Ничего не поделаешь. Мы проснулись. Мы дрыхли в кресле. Да. Да. Почему мы так к нему привязались? Ну, оно уютное, классное. Почему бы и нет? Да, Милка? Милок. Да, котик? Ой, тебя кормить пора, Милочек. У тебя сегодня творог по расписанию. Так, ну давай. Ты просила помочь. Давай, помогу. Наконец-то! Да, у нас, несмотря на то, что больничный, мы все равно должны делать классную работу, домашнюю работу. Бывает 240. Прочитайте, какие из данных имен существительных и в каких падежах будут иметь одинаковые окончания. Нет, это не это, вот это вот. А, извините, запишите группами имена существительные с одинаковыми окончаниями. Ставьте их в нужном падеже с предлогом или без предлога. Я-то запишу, но там много слов с другими окончаниями. Куда их тогда девать? Я поняла. Сейчас с тобой решим. Поначалу у нас только Маша пользовалась горячей водой в кофеварке, а теперь и я тоже пользуюсь периодически, потому что это намного удобнее, чем кипятить чайник, ждать, пока он там согреется. Особенно, когда нужно там набрать тепленькой водички. Это удобнее. Мне нужно немного, чтобы теплую воду пить. Либо, когда чай нужно налить побыстрее, то это прям выход. Не думала я, что мы будем пользоваться горячей водой из кофемашины. Я все думала, ну зачем эта фигня какая-то. Но нет, пользуемся. Удивительно порой бывает. Надо же, ничего не ожидаешь такого. Сейчас посушила волосы после душа. Ну и что могу сказать? Короче, у меня практически перестали сыпаться волосы. Почти. По крайней мере, это уже небо и земля по сравнению с тем, что было. Было, конечно, ужас просто. У меня выпало, мне кажется, полголовы. У меня теперь хвостик такой тоненький-тоненький. Это прям... Ладно. Я теперь жду, когда у меня все начнет бешено отрастать, как вы мне обещали. Многие говорили, что после того, как закончится волосопад, волосы начнут расти. И растут они обычно активно очень. Ну, не знаю. У меня там антенки присутствуют. Сейчас здесь не очень видно. Сейчас покажу в коридоре при хорошем свете. На темном, да? Или на светлом? На светлом, наверное, да? Блин, даже не знаю, где показать. Во, вот здесь лучше всего. Короче, антенок много. По всей голове. И это вот только в проборе видно, да? То есть здесь тоже, если сейчас пробор сделать, но не хочу делать. Вот, то антенок просто море. Часть уже длинные начинают укладываться вниз. В общем, да. Голова вроде как обрастает, но хочется как-то поактивнее. В комментариях просили рассказать, что я сейчас читаю. Но на самом деле я далеко не продвинулась. Все так закрутилось со щенком, что пока там мы приспособились к жизни вместе, на это тоже уходит время. Пока, значит, мы поняли, что с ней, как ее кормить, чем ее кормить и так далее. В общем, я сижу все на той же книжке «Сердце Абриса». Я все никак ее не могу закончить. Я уже не помню, на какой я главе. То ли на восьмой. Да, по-моему, на восьмой главе. Я все еще ее мучаю. Неплохая книжка, но восторга нет. Я не знаю, почему все так ее любят. Это Марина Ефименюк. Я пока, честно, не особо понимаю. Все как-то вот у них вяло текуще, что ли, идет. Я не знаю. Я больше люблю какие-то более активные книжки. Более, где вот есть какие-то события более значимые, что ли. Я не знаю. Может быть, она у меня просто протекает на подсознании, потому что у меня сейчас тут там забот хватает. Не знаю. Но я пока еще мучаю ее. Я, на самом деле, уже жду, не дождусь, когда она закончится, чтобы можно было взять что-то другое. Может быть, поинтереснее. Может быть, мне повезет. Вот так. Так, на самом деле, пришла на кухню кофе попить. Сейчас налью капучино себе, наверное. Да, наверное, налью. И немножечко посижу, отдохну. Что-то у нас прям какой-то нон-стоп. Я еще пытаюсь успевать рисовать хоть немножечко. Потому что мне это самое хочется. Хочется на себя какое-то время выделять. А не получается. Или получается, но очень-очень редко и очень-очень мало. Потому что только садишься рисовать, и тут тебе на. То один есть просит, то обкакался, то попу мыть надо, то еще что-то. В общем, вот. Сейчас права качает. Потому что я закрыла ее в комнатах вместе с Машей. Я не пускаю ее сейчас в коридор. Потому что она у нас взяла моду. В коридоре писает. Хоть лежит пеленка, не лежит пеленка, она все равно писает в коридоре. Если она находится в комнатах, она писает на пеленке. Как бы все, и нужду свою исправляет тоже на пеленке. Но вот коридор ее привлекает вместе с кухней. Я не знаю чем. Поэтому мы решили ее сюда вообще пока не пускать. И вот она сейчас качает права. Она думает, что я пошла есть. Ладно, ничего страшного. Будем тренировать выдержку в ней. В конце концов. А то будем вот так вот уходить куда-нибудь, да, там по делам. И она будет устраивать концерт соседям. Это не дело, конечно. Собакину кажется, что если мы уходим сюда, на кухню, в коридор, то мы обязательно едим. И едим мы без нее. Ну что такое? Что здесь за истерика? Да-да. О, истерика? Истерика наша. Что это мы тут делаем такое? Гавкаем. Гавкаем? На что гавкаем? На всех. На всех? На всех. У нас бешенство в новом. Вместе. С новым шариком. Бешенство, бешенство, бешенство. Укатился. Засранец. Скажи, какой. Нравится. Катается. Нравится. Оп. Обратно. Молодец. Шустрая девчонка. Любят они такие штуки замкнутые. Да. О, иди. Три. О, иди. В. Ох. О, иди. В. О, иди. Да. Эти. В. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok